приветствую вас дорогие телезрители пришло время новостей на телеканале актис студии Данил Недзельский и так о чем расскажем сегодня экономика при ангаре под пристальным рассмотрением какие поправки в закон о бюджете приняли областные парламентарии неуместный розыгрыш как 25-летняя ангарчанка стала фигуранткой уголовного дела яркая внешность или строгий стиль герои новой серии проекта взгляд поколений высказали мнение на спорную тему а теперь обо всем подробнее сформировать бюджет ключевая задача для властей региона именно ей в настоящее время занимается областное законодательное собрание накануне состояла 4 сессия парламента в ходе которой депутаты обсудили финансирование многих направлений экономики каких именно узнаете в сюжете далее 43 депутата представители налоговой службы прокуратуры и правительства собрались обсудить закон о бюджете новый проект должен следовать двум основным принципам победы и развития поддержка военнослужащих и наращивание промышленности это передовые задачи тем не менее в бюджет вносят традиционное множество поправок социального характера одни из таких направлены на развитие системы школьного образования выделение финансирования на школьные учебники на школьные стадионы и на ремонт школьных стадионов это очень важно для нашего образования для наших детей и мы будем настаивать чтобы ко второму чтению данное финансирование появилось в проекте бюджета немало внимания в этот раз уделяется малому и среднему бизнесу яркий пример принятие поправок в закон об особенностях применения упрощенные системы налогообложения теперь резиденты территории опережающего развития и особой экономической зоны байкал имеют право на льготные ставки по усн тоже касается и социальных предпринимателей выполняющих общественно значимые задачи и помогающих уязвимым категориям граждан также парламентарии обновили областной закон об инвестиционном налоговом вычете все изменения призванные поддержать местный бизнес направлено на то чтобы эти два вида и малый и средний бизнес развивались что нынешних финансовых экономических и политических условиях это необходимо просто необходимо для территории все вот принимаемые решения мы как депутаты от ангарска сквозь призму именно ангарска пропускаем как будет выгодно для той территории которая нас сюда направила теме поддержки молодых специалистов в ходе четвертой серии уделили особое внимание уникальное предложение озвучил спикер парламента александр ведельников установить дополнительную меру социальной поддержки в иркутской области для молодых врачей учителей работников культуры и соцработников в виде ежемесячной компенсации расходов по договору на аренду жилого помещения в размере сто процентов но не более 15 тысяч рублей в месяц речь идет о специалистах которые решили трудиться в сельской местности при этом не имеют собственного жилья в радиусе 5 километров от места работы компенсировать арендную плату намерены в течение трех лет по мнению поддержавших депутатов это станет еще одним важным шагом к решению проблемы нехватки кадров многие выражают надежду на дальнейшее развитие инициативы сегодня я прям рада что прозвучал этот вопрос и будут поддержаны наши молодые специалисты которых так не хватает везде везде во всех направлениях а мне кажется что и молодые города должны войти в эту историю в эту систему не только земский он пусть будет и городской работник и доктор стоит отметить что по итогам сессии депутаты одобрили плановый бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов как подчеркнула вице-спикер парламента наталья дикусарова теперь ведется работа над поправками ко второму чтению проекта закона артур чарчиди александр черник местное время при ангаре разработали программу по охране окружающей среды главной целью проекта стало сохранение богатства региона и улучшение его экологического состояния как подчеркнула глава министерства природных ресурсов и экологии иркутской области светлана трофимова финансирование этого направления на ближайшие два года составит более 10 миллиардов рублей развитие здравоохранения одна из приоритетных задач страны ее выполняет как на федеральном так и на региональном уровне правительство иркутской области приняла госпрограмму нацеленную на повышение средней продолжительности жизни 2030 году этот показатель планирует увеличить до 75 лет предполагает мероприятия по борьбе сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями на их реализацию выделят более 120 миллиардов рублей 100 новых автобусов поставят в иркутскую область к февралю 2024 года они будут работать на маршрутах общественного транспорта глава региона игорь кобзев отметил что обновление автопарка проводят на средства специального казначейского кредита фонда развития территории общая стоимость покупки составляет более 1 миллиарда рублей жители при ангаре отдают 41 процент зарплаты в счет погашения ипотеки поэтому показатели иркутской области идет наравне с большинством других регионов россии примеру в москве и санкт-петербурге заемщики закрывает ипотечный долг расходуя около 44 процентов дохода ежемесячно при этом стоимость жилья в иркутской области и столицы существенно отличается если москвичи берут ипотеку на сумму в среднем 7 миллионов рублей то и иркутян эта цифра в два раза ниже средний срок погашения ипотечного кредита в иркутской области составляет 24 года ангарчанку осудили за ложное сообщение о теракте приговор вынес городской суд из материалов дело известно что в августе этого года девушка сообщила по номеру 112 о готовящемся взрыве сотрудники экстренных служб тут же передали информацию правоохранительные органы проведена оперативно-розыскание расследование и иные действия направленная на поиск взрывных устройств и взрывчатых веществ которые не были обнаружены как выяснили позже 25-летняя фигурантка решила сообщить ложную информацию находясь нетрезвом состоянии ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно вездеход с пятью пассажирами провалился под лед четыре человека погибли трагический инцидент произошел в катангском районе как сообщили в главном управлении мчс по региону момент аварии водитель транспорта перевозил вальчиков леса известно что среди погибших один ангарчанин а также жители тулунского района хабаровского края и свердловской области машина пошла ко дну уже на подходе к берегу следственный комитет возбудил уголовное дело об аналогичном случае сообщает и в киринском районе внутри вездехода также могли находиться люди подробности последнего происшествия уточняют правоохранительные органы более трех тысяч зараженных роз из узбекистана сожгли в приангаре на цветах обнаружили табачную белокрылку вредителя который включен в единый перечень паразитов пробы для исследования отбирали сотрудники россельхознадзора проводится уничтожение подкародинной продукции прибывшие из республики узбекистан зараженной табачной белокрылкой срез цветов свежих розы свежие в количестве 3150 штук проводится уничтожение путем сжигания для справки табачная белокрылка это опасный карантинные многоядный вредитель его рационе находится около 600 видов растений внешний вид это одна из самых острых тем на которые спорят между собой старшие и младшие как выглядеть прилично что надевать и как выходить в свет эти вопросы мы задали новой паре героев нашего телепроекта взгляд поколений смотрите новую серию прямо сейчас приличия разные люди понимают по-своему вопрос очень сложный потому что как конкретно может быть еще зависит от того где человек какой аудитории находится наверное что-то светлый верх темный низ примерно так есть места с определенным дресс-кодом куда стоит одеться прилично я считаю что женщина должна как-то не только соответствовать приличием но в себе хранить какую-то изюминку в принципе человек одевается так как он хочет других людей в принципе это волновать особо не должно как человек выглядит допустим у кого-то есть самовыражение в одежде и они одеваются как им нравится как женщина могу сказать что неприемлемо допустим в каких-то торжественных мероприятий носить очень короткую одежду очень короткие там платье тем людям которые должны показывать пример тем более необходимо для себя определить стиль который бы не шокировал я к этому хорошо отношусь ну в принципе я считаю что это тоже как часть самовыражения человек бьет татуировки чтобы выглядеть более красивым но в школе бы допустим я бы скрывала их всячески а повседневной жизни это очень даже прикольно выглядит а я отрицательно отношусь к татуировкам во-первых как говорится господь создал человека идеального человека и не надо менять в нем ничего потому что в нем все создано идеально да это прикольно я сама хожу с окрашенными волосами у меня в школе тоже есть девочки с яркими волосами это как-то выделяет тебя на фоне остальных людей вот есть категория людей которые стараются вот чем-то выделиться вроде вот ну раньше это было тоже как и ракезы вот эти вот делали красились сейчас тоже есть такие но непонятно зачем это ты должен пережить все в подростковом возрасте чтобы в будущем тебе уже было комфортно ходить с родным цветом волос не надо этого делать конечно надо быть самим собой каждый человек индивидуально одевается как ему комфортно они одеваются так как может убить раньше у них была какая-то мода им до сих пор это нравится мы одеваемся как мы хотим вот время такое когда у людей есть большие возможности что-то приобрести у одного там появилась машина или как красивый костюм я тоже чем я хуже я значит тоже должен вот точно такой же иметь себе и начинается вот эта конкуренция которая ни к чему хорошему не приводит чтобы они не презирали как-то молодежь ведь есть те которые могут читать то там допустим девушка одевается как-то вульгарно но ей так нравится я бы посоветовала будьте сами собой стремитесь сделать как можно больше добра как можно больше хорошего это все новости к этому часу далее смотрите рубрики гор вода и область спорта с вами был данил недзельский до скорых встреч на территории южного массива ангарского городского округа ведется масштабное индивидуальное жилищное строительство здесь выделяются участки для многодетных семей и конечно же для каждого человека который здесь проживает очень важны коммуникации например такие как чистая питьевая вода несколько лет назад ангарский водоканал построил эту водоколонку от нее местные жители провели временные трубопроводы в сегодняшней программе гор вода мы расскажем о том что в скором времени у них появится настоящий постоянный трубопровод на этом плане изображены все водные коммуникации которые предстоит провести каждому участку 256 квартала сейчас завершается строительство водопровода по кольцевой линии от улицы социалистической до космонавтов а уже в следующем году начнется монтаж перемычек и внутриквартального водоснабжения мы с вами находимся на территории южного массива данный массив предполагается для выделения многодетным семьям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство ну и с целью обеспечения этого строительства водоснабжения администрации совместно с ангарским водоканалом разработан проект магистральных сетей южного массива постоянно сегодняшний день данный проект прошел экспертизу техническую сейчас находится на экспертизе достоверность метной стоимости но в рамках инвестиционной программы ангарский водоканал уже в 2023 году приступил к строительству сетей эту приятную новость местные жители ждали долго надежное водоснабжение для большинства ангарчан дело привычное однако при появлении новых районов мгновенно провести все коммуникации невозможно это часть масштабного развития определенного района города он называется условно южный массив южный массив включает себе территорию от бывшего электромеханического завода и вдоль улицы декабристов до электролизно-химического комбината вся территория до тепличного комбината это как раз и есть южный массив и поскольку генеральный план предполагает там строительство очень большого жилого района малоэтажной застройки включая объекты инфраструктуры включая детские сады школы больницы там и так далее вот туда в генеральном плане все это есть поэтому развитие его неизбежно это будет включать себя магистральные сети и внутриквартальные там и перемычки и так далее так далее то есть накроем полностью весь этот район питьевым водоснабжением весной уже могут те дома которые там находятся уже могут подключаться именно централизованному водоснабжению не по временке которая у них была который ангарский водоканалом согласовал три года назад а именно на постоянной основе трудность заключается в том что этот массив он условлен высокими высоким подъемом грунтовых вод при прокладке приходится это учитывать ну соответственно себестоимость этой прокладки увеличивается так скажем прилично увеличивается ну ничего мы же профессионалы как показывает многолетняя практика для ангарского водоканала непреодолимых трудностей не существует кроме собственных специалистов предприятия наладила надежные контакты с подрядными организациями возможности которых отвечает всем самым современным требованиям за время производства работ за последние три месяца мы проложили грубо говоря 2 километра нового трубопровода диаметром 225 миллиметров 160 миллиметров материал труб полиэтилен на сегодняшний день вот мы стоим на участке который буквально вчера был закончен и место соединения участков трубопроводов работы выполнены в настоящее время производится хлорирование трубопровода дезинфекция промывка двести пятьдесят шестой квартал это лишь малая часть большого района который совсем скоро появится за улицей декабристов стабильное водоснабжение даст толчок ускоренному развитию этой территории андрей иванов александр черник южный массив программа гор-вода привет всем в эфире область спорта и ее ведущий егор сорокин поговорим о итогах футбольного сезона в иркутске результатах иркутян в чемпионате страны по баскетболу и боевом настрое ангарского ермака на предстоящую домашнюю серию баскетбольный клуб иркут дома обыграл московский цска 2 встреча для иркутян не задалась самого начала но впоследствии хозяева паркета смогли включиться в игру и одержать победу с минимальным счетом из-за вот этих потерь и расконцентрации какой-то лишних индивидуальных действий мы игру которую контролировали могли спокойно доводить до логического завершения с нормальным преимуществом мы сами себе придумали фокус и превратили эту игру в валиду следующий матч иркут проведет также на домашней площадке наши спортсмены встретятся с питерским зенитом 2 из-за огромной занятости паркета стадиона труд игра пройдет закрытом режиме на тренировочной базе команды иркутская байкал энергия завершила домашнюю серию игр очередной матч иркутяне сыграли с мурманом сибиряки одержали крупную победу со счетом 7-1 по итогам домашних игр байкал энергия держала три победы и один раз сыграла в ничью следующие встречи команды пройдут на выезде 19 и 22 ноября сводником и московским динамо а дома свою команду иркутяне смогут поддержать уже 25 ноября в матче с енисеем футбольный клуб иркутск провел заключительную встречу сезона в гостях бабы обыграли красноярский енисей 2 победа позволила иркутянам занять третье место во второй группе дивизиона b 2 лиги подробнее расскажу в своем сюжете иркутяне хороши в футболе также как канадцы в хоккее такое сравнение можно услышать от болельщиков сибирского клуба летом этого года иркутск прошел аккредитацию и дебютировал фенал 2 все свисток об окончании матча иркутск одерживает свою первую важную наверное такую знаменательную гостевую победу победа над одним из фаворитов лиги придала иркутску уверенность но в гостевом матче пятого тура бабы терпят первое поражение после этого как известно иркутяне проиграли лишь победителю чемпионата химику из дзержинска перед финальным матчем в красноярске игроки из приангаре имели серию из четырех побед подряд тем самым обеспечив себе бронзовые награды моментов не так много команды создали ну хорошо что мы забили со стандарта наверное концовки сезона и наша команда и команда соперников подустали уже футболисты какие-то эмоции наверное и драйва не хватило атакующей группе обеих команд поэтому она может быть не столь была зрелищной но нерв на мой взгляд чувствовался матч таким образом иркут занял третье место впереди питерский зенит 2 и дзержинский химик к слову питерцы обогнали иркутс только по разнице забитых и пропущенных мячей бабры отметились 23 голами и девятью пропущенными а серебряные призеры забили 34 и пропустили 11 об итогах сезона высказался тренер иркутских футболистов достаточно хороший сезон наша команда провела но и не говоря уже о болельщиках у нас одна из самых посещаемых команд в лиге им тоже огромное спасибо очень много очков особенно в домашних матчах мы набрали именно благодаря той поддержке которую оказывали нам жители города иркутска да и не только иркутска но и иркутской области иркутск доказал что он способен бороться на равных с лидерами российского футбола команда ставит перед собой новые задачи футболисты не расслабляются а продолжают тренироваться фанаты уверены что яркие дебют бабров лишь начало их чемпионского пути егор сорокин руслан ульмасов местное время хоккейный клуб ермак возвращается с выездного турне поездка для ангарчан выдалась интересной оранжевые смогли выиграть каждую команду при этом потерпев от них по поражению крайнюю встречу ермак провел в московской области где в сухую переиграл местный границ со счетом 0 3 28 и 29 ноября на домашнем стадионе наши спортсмены проведут игры против хоккейного клуба брянск на этом у меня все с вами был егор сорокин и программа область спорта до скорых встреч а